Приближаются выборы и сегодня у нас в студии гость, председатель территориальной избирательной комиссии города Видно Вера Маркина. Здравствуйте, Вера Сергеевна. Здравствуйте. Как я понимаю, многие жители хотели получить открепительные удостоверения для того, чтобы проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания. Этот процесс еще продолжается? Нет, процесс этот завершился 13 сентября, в этот понедельник. То есть у избирателей была действительно возможность прикрепиться к тому участку, где им удобно будет проголосовать. В ТИКе это можно было сделать или в участковых комиссиях до 8 вечера, либо на портале госуслуг до 12 ночи 14 числа. Поэтому эта процедура уже завершилась и уже, к сожалению, у граждан такой возможности больше нет, кто опоздал. Что в преддверии предстоящих выборов необходимо знать избирателям? Как мы знаем, меняется и выборное законодательство, и правила разных выборов, разных уровней. Оно тоже несколько разнится. Что в данном случае, какие важные вещи лучше бы знать тем людям, которые придут на избирательные участки? Первое, хочу еще раз сказать, что на территории Ленинского городского округа у нас и на территории Московской области будет проходить помимо выборов Государственной думы, выборы депутатов Московской областной думы. То есть у нас две кампании избирательные, одна федеральная, другая субъектовая. И наши избиратели, придя на участок, они будут получать 4 вида бюллетеней. Один вид бюллетеней – это единый округ, это где избиратели голосуют за список. И второй бюллетень – это где непосредственно кандидаты, одномандатники так называемые. Соответственно, такие же бюллетени и по Московской областной думе. То есть список и одномандатник. Поэтому бюллетеней в этот раз будет много. Что касается изменений, то в этот раз у нас ЦИК утвердил порядок трехдневного голосования в июле месяце. И там помимо основных форм голосования, как мы привыкли голосовать на избирательных участках, либо это выездное голосование на дому, кому это требуется, еще предусмотрена дополнительная форма голосования. В основном это касается труднодоступных территорий. То есть бывает, что населенные пункты деревни достаточно далеко расположены. Либо бывает, что близко, но, к сожалению, транспортом или еще как-то добраться сложно. Например, у нас есть избирательный участок, располагается в Сопроново, в Купелинке, а к ним относится деревня Петрушина, которая вообще находится через железную дорогу. И вот для таких избирателей мы предусмотрели дополнительные формы голосования. Там, где была возможность, мы вместе с администрацией нашли помещения, нашли муниципальные помещения, которые будут предоставлены на определенное время. Либо это специальные у нас абрендированные автобусы. То есть избиратель ни в коем случае не спутает. Опыт у нас такой уже был в период проведения общероссийского голосования. То есть избиратель может проголосовать в правильно, хорошо оборудованном автобусе. Соответственно, у нас сейчас 15 таких территорий определено. Определен график. И сейчас мы активно, при помощи, конечно, в том числе и администрации, информируем избирателей вот этих территорий о том, что им не обязательно ехать на основной участок, добираться далеко. А они могут в определенные дни и часы проголосовать вот именно в этих местах. На что хочется обратить внимание, что такая дополнительная форма голосования, она будет проходить только два дня, 17 и 18 числа. А документы какие-то дополнительно надо иметь? Что нужно иметь, приходя на избирательную часть? Нет, избирателю, кроме паспорта, гражданина Российской Федерации, ничего иметь не нужно. Потому что списки избирателей, они будут у выездной как раз группы участковой избирательной комиссии. Вот, естественно, с этой группой могут выезжать и наблюдатели, и члены комиссии правосовещательного голоса, чтобы наблюдать за всей процедурой голосования, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений. Вот, и, соответственно, 19 числа уже это только на основном участке можно проголосовать. Это, скажем так, не первые выборы, на которых вы работаете. По опыту, насколько активны жители Ленинского городского округа, вот, принимая участие в выборах? Я считаю, что у нас на территории всегда активно жители голосуют. Они у нас очень интересующиеся. То есть, вот, комиссия-то мы уже давно работаем, да, у нас, мы с июня месяца, как только выборы объявили, и нам регулярно поступают звонки от жителей, они всегда интересуются, что сейчас у нас происходит, кто кандидаты, где можно проголосовать, как будет информирование осуществляться. То есть, у нас очень достаточно активно жители, вот, вовлечены в избирательный процесс. Ну, прекрасно. Но, я думаю, все-таки для тех, кто еще сомневается по каким-то причинам, ходить ли на выборы, не ходить, голосовать, не голосовать, я думаю, вам стоит, наверное, обратиться к ним с призывом посетить в эти вот пятницу, субботу, воскресенье избирательные участки. Да, конечно, уважаемые жители, я считаю необходимым, конечно, прийти на избирательный участок и проголосовать. Да, тем более, это две большие кампании, это выборы депутатов Государственной Думы и Областной Думы. Вот, и хочу сказать, что никаких сомнений у вас, придя на избирательный участок, быть не должно. Я еще хочу обратить внимание на то, что у нас будет вестись на всех избирательных участках видеонаблюдение. То есть оно начнется с первого дня голосования, с 17-го и камеры непрерывно будут работать до подведения итогов, до подсчета голосов. Поэтому, дорогие наши жители, пожалуйста, приходите, мы будем вас рады видеть. Вот, отдайте свой голос за кандидата и за партию, которая вам близка к сердцу. Не оставайтесь равнодушными. Спасибо за прекрасные слова и спасибо, что пришли к нам на эфир и рассказали столько интересных вещей. А я напомню, что у нас в гостях была председатель территориальной избирательной комиссии города Видное Вера Маркина. К другим новостям.